Музыка Проблема утилизации органических отходов является одной из самых актуальных проблем современности. И как ни странно, в настоящее время отсутствуют эффективные технологии в изгреживании промышленных объемов пищевых отходов. Мы разработали так называемую РММ-технологию, технологию регуляции микробного метаболизма. Это является технологией нового поколения и она обеспечивает по сравнению с существующими аналогами ускорение и эффективность браживания пищевых отходов в 10, 15, иногда 20 раз. В основе технологии лежит процесс регуляции микробного метаболизма. Эта технология апробирована и внедрена сейчас на украинской антарктийской станции «Академик Вернадский». Уже два года она имеет статус промышленной технологии. Естественно, что если эта технология показала свою эффективность в таких экстремальных условиях, как антарктийская станция, то она вполне пригодна и применима в любых условиях, так сказать, в формате цивилизации. Особенностью гранулированных микробных препаратов является их универсальность, то есть возможность их использования для переработки и сбраживания любых типов отходов. В состав модельных пищевых отходов вошли следующие компоненты. Лук, морковь, картофель, баклажаны, капуста, помидоры, перец, печенье и другие хлебобулочные изделия, а также макронные и мясные отходы в виде фарша. Сейчас мы продемонстрируем вам последовательные фазы сбраживания пищевых отходов. Мы условно выделили пять стадий сбраживания твердых пищевых отходов. На первой начальной стадии брожения большая часть отходов находится на дне сосуда, однако в процессе брожения твердые пищевые отходы пропитываются газами, образующимися при сбраживании полимеров, и вследствие этого отходы всплывают. На последней, пятой стадии сбраживания отходов частицы отходов практически исчезают. Во флаконе слева находятся гранулы обычного стандартного неоптимизированного препарата. Во флаконе справа гранулы оптимизированного микробного препарата. Критерием интенсивности процессов деструкции является газообразование. При открывании флакона с гранулами стандартного препарата наблюдается умеренное газообразование. Частицы пищевых отходов, насыщенные газообразными продуктами, всплывают над поверхностью жидкости. Во втором флаконе с оптимизированным составом микробного препарата наблюдается взрывной залповый выброс газообразных продуктов. Таким образом, положительные результаты по оптимизации состава микробного препарата очевидны. В настоящее время в нашей лаборатории проводится оптимизация технологических параметров микробной деструкции твёрдых пищевых отходов. Для корректировки процесса необходимо внести регулятор метаболизма. К пробе жидкости добавляется индикатор. Синий цвет свидетельствует о том, что метаболические параметры находятся в норме. Проведенные предварительные испытания позволили нам максимально оптимизировать процесс сбраживания и приступить к следующей стадии исследования сбраживания отходов на 50-литровых ферментёрах. Установка для сбраживания пищевых отходов состоит из следующих элементов. Ферментёр. 50-литровая бочка с герметичной крышкой. Газ-контроллер. Газбольдер. И гидравлический затвор. Для опытно-промышленных испытаний подготовлены две фракции отходов в овощных сетках. Крупная фракция и мелкая фракция овощных отходов по 3 кг. И, наконец, в сетки с пищевыми отходами мы вносим гранулированный микробный препарат. В ходе эксперимента каждый вид отходов взвешивается на пружинных весах в стандартных условиях для определения степени деструкции пищевых отходов по уменьшению их веса. После взвешивания обе сетки загружаются в ферментер и герметично закрываются крышкой. В результате проведенных экспериментов показано, что за 8,5 суток технологического цикла вес пищевых отходов снизился с 3 кг до 150 г. Соответственно, коэффициент деструкции отходов по влажной массе равен 19. После высушивания на воздухе вес отходов находится в диапазоне 10-12 г. Таким образом, утилизация сбраживания модельных пищевых отходов с последующим их высушиванием на воздухе позволяет снизить начальный вес отходов в 130 раз. Измельчение отходов технологически целесообразно, так как мелкая фракция отходов сбраживается значительно быстрее крупной. Высушенные отходы можно сжечь с уменьшением веса в 20-30 раз. После проведения предварительных испытаний по оптимизации гранулированного микробного препарата и собственно технологического процесса сбраживания пищевых отходов мы приступили к утилизации пищевых отходов из корейского ресторана Суши Бар в Киеве. Все пищевые отходы, в том числе и корейские, делятся на два типа. Первый тип это природные полимеры растительного и животного происхождения, то есть попросту сырые и овощные отходы и мясные обрезки. Второй тип отходов это пищевые отходы после кулинарной термической обработки. В состав второго типа отходов входят мучные изделия, овощи, мясо, специфические корейские приправы, а также консерванты. Консерванты представляют собой специальные соединения с сильным бактерицидным или по меньшей мере бактериостатическим действием. Наличие консервантов в корейских пищевых отходах приводит к резко выраженному эффекту ингибирования сбраживания пищевых отходов. Но этот аспект мы обсудим позже. В связи с тем, что сбраживание пищевых отходов происходит прежде всего на поверхности, отсюда совершенно очевидно, что перед началом сбраживания крупные части отходов необходимо измельчить. Для этого мы растительные остатки овощные и мясные достаточно крупные измельчим до размера частиц около 1 квадратного сантиметра. После измельчения пищевые отходы внесли в две пластиковые сетки. Общий вес отходов составил 6,2 килограмма. Ноль часов эксперимента с корейскими пищевыми отходами. Вес сетки номер 1 3,2 килограмма. Исходный вес сетки номер 2 с корейскими пищевыми отходами ровно 3 килограмма. Пятые сутки эксперимента. Сетка номер 1 весит 1,6 килограмма, а сетка номер 2 1,4 килограмма. На десятые сутки сбраживания первая сетка весит 400 граммов, а вторая сетка весит 300 граммов. Вес сетки номер 1 на одиннадцатые сутки эксперимента составил 287 граммов, а вес сетки номер 2 150 граммов. При сбраживании корейских пищевых отходов снижение их веса в два раза наблюдалось на пятые и шестые сутки эксперимента, а полное сбраживание отходов происходило на одиннадцатые сутки. В первые трое-шестеро суток происходит интенсивный гидролиз полимеров пищевых отходов, поэтому максимальный синтез газа также наблюдается в период от трех до шести суток. Критериями эффективности деструкции полимеров вообще и пищевых отходов в частности служит не только коэффициент деструкции, но и конечный продукт брожения. Для норовной деструкции полимеров таким репрезентативным критерием является концентрация метана в газовой фазе как конечного продукта брожения. В данном случае при деструкции корейских пищевых отходов концентрация метана высокая и составляет от 30 до 50%. Высокая концентрация метана в конце технологического цикла сбраживания свидетельствует об эффективности утилизации корейских пищевых отходов при помощи нашей технологии. Темпоральный показатель технологии равен 11 суткам. Средний коэффициент деструкции отходов равное отношению исходного и конечного веса влажных отходов составляет 22,5. При проектировании промышленной технологии утилизации пищевых отходов необходимо определить приоритетную цель технологии. Если целью технологии является максимальное снижение веса отходов, то длительность технологического цикла будет составлять 9-10 суток. Именно в этот период происходит максимальное снижение веса отходов. Если же приоритетной целью технологии является максимальный выход метана, то длительность цикла брожения необходимо увеличить до 16-18 суток. Интегральный технологический коэффициент эффективности деструкции отходов К и Т, рассчитанный как отношение длительности цикла сбраживания, к среднему коэффициенту деструкции влажных отходов равен 0,65. Коэффициент эффективности метанового брожения, равное отношению объема метана к начальному весу отходов, составляет 8,06. Иначе говоря, в процессе технологического цикла брожения из 1 кг влажных отходов синтезируется 8 литров метана. Коэффициент энергетической эффективности утилизации пищевых отходов К и Е связывает два главных результирующих технологических показателя, таких как коэффициент эффективности метанового брожения и коэффициент эффективности деструкции отходов. Величина коэффициента в пропорциональной эффективности сбраживания отходов как по снижению веса отходов, так и по выходу метана. Величина коэффициента энергетической эффективности утилизации пищевых отходов, рассчитанная по полученным экспериментальным данным, составляет 12,4. В начале фильма мы отметили, что корейские пищевые отходы сбраживаются значительно медленнее, чем обычные модельные пищевые отходы, назовем их условно украинскими. Так, на третьи сутки технологического цикла сбраживания вес украинских отходов уменьшился в 5 раз, а корейских всего лишь в 1,2 раза. Более того, при внесении корейских отходов в активно бродящие украинские наблюдалось полное торможение брожения, и лишь на третьи сутки процесс возобновлялся. Такое ингибирование связано с наличием высокой концентрации в корейских отходах искусственных стабилизаторов и фитонцидов, таких как лук, чеснок и специи, вызывающих выраженный бактериостатический эффект. Таким образом, современные пищевые отходы проявляют себя как ксенобиотики. К сожалению, в цивилизации 21 века даже пищевые отходы являются ксенобиотиками. Поэтому для ускорения сбраживания отходов мы применили направленную регуляцию микробного подготовительного метаболизма, обеспечивающую деструкцию даже таких ксенобиотиков, как фенол, ДДТ, нитрохлорбензол и другие. Благодаря этому нам удалось добиться эффекта полного сбраживания персистентных пищевых отходов за 11 суток. Полученные инженерно-технологические параметры в дальнейшем будут использованы для создания промышленных технологий сбраживания антропогенных органических отходов, как муниципальных в целом, так и пищевых в частности. Главным результатом проведенных испытаний следует отнести прежде всего быстрое сбраживание отходов от 7 до 11 суток с уменьшением веса влажной массы отходов в десятки раз. Остатки отходов высушиваются на воздухе, а вес сухих отходов в 100 в 150 раз меньше, чем исходных пищевых отходов до сбраживания. Вес таких сухих отходов может быть уменьшен и далее в десятки раз в результате их сжигания. Разработанная нами биотехнология позволяет также получать источники энергии, такие как метан, констрация которого в газовой фазе достигает 50%, и сухое топливо. Результаты испытаний в целом свидетельствуют о перспективе широкомасштабного использования РММ-технологии для эффективной утилизации органических отходов мегаполисов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова